Досмотри это видео до конца не мотая, и ты станешь владельцем очень ценной информации, которая поможет тебе стать очень успешным рыбаком. Привет, друзья! В этом видео я хотел бы поговорить про поводок для ловли леща, а именно про сечение материал и цвет поводка для ловли леща на фидер. И почему один материал лучше другого. Об этом мы чуть поподробнее. Давайте, друзья, не будем забывать, что поводок фидерной ловли – это расходный материал. Независимо из чего он сделан, будь то из лески, будь то из плетеного шнура. То есть нет такого материала, который бы можно было поставить, и он бы служил этакими годами. Не забывайте, друзья, что поводок для ловли – это расходник. Бывают такие случаи, как зацепы, и поводок рвется, и его приходится менять. Независимо из лески или плетенки. Но давайте в самом начале разберемся с материалом. А именно, чем поводок из плетенки куда лучше, чем поводок из лески. Первый – это сечение самого шнура, поводка. То есть у плетеного шнура, если мы вместе с леской возьмем одного и того же сечения, то разрывная плетенки будет куда выше, чем, например, разрывная лески. Это первый и основной, в принципе-то, плюс. А сейчас, друзья, давайте рассмотрим одну такую ситуацию. Возможно, кто-то из вас в эту ситуацию, в принципе, попадал. Поводок есть из лески и поводок из плетенки. И так происходит зацеп крючком. За что-то. Одно условие. Плетенка, она не имеет свойств вытяжения, то есть амортизация, а леска имеет. Вы фрикцион настроили так, чтобы эта самая рыбе не удалось порвать поводок. Если она попадется крупная, чтобы ей поводок из лески не порвать, не удалось. Но, опять же, друзья, поводок из лески имеет свойство вытяжения. Пока вы отцеплялись от чего-то там, за что пульском зацепились, поводок из лески немножко вытянулся. То есть ее разрывная теперь уменьшилась. И уменьшилась неизвестно на сколько. А у поводка из плетенки нет амортизации, она не вытягивается. То есть даже если вы крючком отцепились, то есть тянули, тянули и крючок отцепили, оторвали, потом крючок заменили, сама разрывная на плетне, то есть на плетенке, на поводке, она осталась неизменная. Вот. Чего не скажет про поводок из лески. Там она подвытянулась, ее разрывная уменьшилась. А фрикцион у вас стоит на другую разрывную, которую изначально вы настроили. И тут попадается рыбка. Ба-бах! И все. Поводок лопат. Даже если у вас на снасти был настроен фрикцион. К примеру, там на 5 килограмм по разрывной, к примеру, так как произошел зацеп и леска вытянулась, то есть поводочек подвытянулся, его разрывная, допустим, уменьшилась до 3 или 2 килограмм. Или вообще до килограмма. Поэтому он, в принципе-то, и не выдержал. И рыбка чу-чу. А на поводке с плетенкой, так как там растяжения нету, и амортизации нету, то ничего не произойдет. Ее разрывная, разрывная плетя останется неизменной. В этом, в принципе-то, и плюс плетей по отношению к леске. А кто из вас, в принципе, об этом знал? М? Кто знал, ставим лайк, кто не знал, без лайк. А сейчас, друзья, о золотой середине. В принципе-то, возьмем, опять же, плетенку. Так как, я думаю, уже, в принципе, понятно, что леску нет никакого смысла абсолютно стоить. Только что причиной я назвал. Почему? Вот. Золотая середина, в принципе-то, для ловов леща по сечению плетни 0,12. По разрывной 0,12 способна выдержать, в принципе, 5-5,5 килограмм. Этого вполне хватит, чтобы достать леща весом, к примеру, 3-4 килограмма. Там разрывная 5 с копейками, да? А рыба весом 4. То есть, усраться, не оборвать ему. При всем его желании. Ну, если вы там ловите какую-то другую крупную рыбу, допустим, типа белого амура, то, понятное дело, там 0,12 может по сечению плетни не хватит. Она стоит потолще. Ну, при ловле леща, разрывная плетни 0,12 вполне, в принципе-то, хватит. Подожары и за уши. При всем желании не оборвать. А теперь возьмите леску по сечению 0,12. Сколько там разрывная? Ну, килограмма, может, полтора, максимум два. Ну, если лещ не боится сопротивляться, то его может еще как-то и удастся вам вытянуть оттуда. А если он начнет дергаться, то, я боюсь, леска по сечению 0,12 не выдержит. Пару рывков хороших и все фили-таля. Либо вы просто не достанете будете крутить-крутить плетцом, потому что он будет бросать, вы будете подматывать. В общем, начнется с такого рода геморрой. Часа через два-три, а может быть через четыре, если покурить, то пока рыба не устанет по полной программе, что все уже, и плавники отпустила, тогда, может быть, в принципе-то и достанете. Но все-таки плетня по сечению 0,12 самый хороший и оптимальный вариант. Так как она тоненькая, вот сейчас покажу плетню 0,12. Разрывная, видно, да? Разрывная в пять лишним килограмм. Фактически не видно, да? Теперь о свете. Друзья, свет выбирайте плетней темной. Допустим, как вот этот, чтобы на дне он сильно не примирикался. Чуть позже скажу, почему я показываю леску, то есть плетенку, но не показываю катушку саму. Давайте сначала про свет разберемся, потом почему не показываю саму катушку. Ну вот, чтобы это как его рыбку, а лещик рыбка пугливая, ничего не настораживала. Такую плетенку, то есть поводок такого цвета, там под водой, в принципе-то, там же темно, не видно. То есть рыбка лещик осторожная и ничего этакий не запозрит. То есть увидеть только насадку на крючке. Хватит и вы его туда на себя. И поперли, поперли. А если была леска, допустим, какого-то ярко-желтого цвета, ярко-красного, или еще хуже, ой, леска, извиняюсь, плетенка, или еще хуже, белого цвета, это может такую рыбку, как лещика, насторожить. В принципе, покорчевать, это бесполезно там. Можете любой расцветки ставить, желудок, красный, зеленый, какой, что есть, в общем-то, то и ставьте. Но не про лещика. Лещик рыбка, 5 раз повторюсь, сейчас напишу, что опять 5 раз повторяется. Рыбка осторожная, поэтому ничего нервировать его не должно. Чем меньше нервов он потратит, тем выше вероятность, что вы его поймаете. Если рыбку что-то насторожит, то вы его поймаете. Рыбка умная и очень весьма пугливая и осторожная. А сейчас, друзья, пару слов о том, почему я не показывал, например, катушку с плетенкой. Потому что, показав вам, друзья, катушку с плетенкой, это будет выглядеть реклама как. Но мне за это рекламодатель не платит. И поэтому чей-то чужой товар я не собираюсь рекламировать только по той причине, что мне за это, в принципе-то, не платят. Возможно, где-то на просторах в интернете вы встречали такие ситуации, когда вам автор показывает плетенку, леску, крючки, катушку, улыбки и показывает фирму. Реклама, которую он по телевизору каждый день показывает. Ну вот, поэтому я и не буду вам показывать, допустим, катушку, на которой намотана плетенка, лишь только для того, чтобы не рекламировать того или иного производителя, который мне за это, в принципе, ничего не платит. То есть, бесплатно не создавать рекламу тому или иному производителю. Смотрите плетенку в магазинах вашего города. Она, в принципе, не сильно дорогая по отношению к той же самой леске. В некоторых магазинах, я вот смотрел, у нас в городе, допустим, в одном магазине плетенка 0,12 чуть-чуть подороже, допустим, лески 0,12, а в другом рыболовном магазине наоборот. Она дешевле лески по течению опять же 0,12. В вашем городе, в принципе, картина будет точно такая же, аналогичная. Достаточно просто зайти не в один магазин, а обойти все, которые у вас есть. Есть один магазин, ну уж не судьба, как говорится, а есть там 5-6 магазинов, обойдите все, и вы по цене найдете, в принципе-то, то есть плетенку с течением 0,12, куда дешевле, если бы вы ее купили, допустим, в первом магазине. Опять же, независимо от фирмы и производителя, подчеркнусь у тебя, брак, брак есть везде. В любом магазине и в любой, в принципе, этой фирме встречаются. Я как-то сейчас вот про леску именно хотел сказать. Купил леску, потом в магазине про нам поменяли, когда мы пришли уже с такими пальцами. Ну, написано, разрубная 5 килограмм, 5-6, я взял на руки, намотал, тихонько так, пык, она у меня лопала. Вы хотите сказать, что леску 0,2 по течению с разрубной 5-6, 5-6, вот на руки намотал, вот так рванул и оборвул, да? Можно так? Я шишу, я быстрее руки порежу, мне не порвать, при всем желании на эту леску на чего-то намотать. Потом на битмене мы ее проверили, сколько на самом деле эта леска по разрубной выдерживает, 0,2. Угу. Написано 5-600 разрубная. На самом деле выдерживает только 3-400. Брак. Ну, в магазине с нами спорить не стали, мы пришли, в принципе, с ребятами, я говорю, ну вот, ну, фуфл, короче, купили по полной программе. Нам, в принципе-то, вернули деньги, чек мы прихватили, денежку нам вернули, мы им отдали эту дерьмо. Я говорю, забирайте вашу леску с разрубной, 5-600 разрубная выдерживает. Не может выдержать 4 килограмма. На хрень, кой? Черт, мне такая леска-то сдалась. Я покупал ту, которая способна выдержать больше 5 килограмм, а не которая 3. Вот, друзья, поэтому смотрите в магазинах плетенку по сечению 0,12 темного цвета в магазинах собственного города. Повторюсь, друзья, во второй раз. Сейчас опять напишу. Повторяю, что второй, третий раз. Обойдите все магазины, и вы найдете плетенку 0,12 темного цвета по очень весьма этакий выгодной цене. Всем удачи, друзья, всем пока. Так как-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...